Реставрационное отделение марки Lamborghini Polo Storica воскресило купе Miura, снятое в фильме «Ограбление по-итальянски» 1969 года. В съемках принимали участие две Miura. В кинокомпанию Paramount отправили один уже поврежденный автомобиль, подходивший по сценарию, и затем полностью уничтоженный на перевале Большой Сен-Бернар в Альпах, и еще один прямо с завода. После съемок оранжевая машина должна была вернуться итальянскому владельцу в Рим, но дальнейшие ее следы потерялись на десятилетия. Пока несколько лет назад в Lamborghini не обратился коллекционер Фридс Кайзер из Ликтенштейна с просьбой проверить историю своего автомобиля. Специалисты исторического отделения сверились с архивными записями и опросили сотрудников компании, которые лично перегоняли Miura на съемочную площадку. В результате было подтверждено, что купе с номером шасси 3586 действительно тот самый автомобиль, что появляется в начальной сцене культового британского фильма. Первый серийный электромобиль на многообещающей платформе MEB наконец получил свое название – Volkswagen ID.3. Тем самым марка дает понять, что в модельном ряду новинка станет в один ряд с гольфом. Кроме того, это намек на третью величайшую главу в истории марки. Первые две открывали, конечно же, классический «Жук» и «Гольф». За ID.3 последуют и другие электромобили с цифровыми индексами. Предварительные заказы на ID.3 уже принимаются. Компания собрала более 15 тысяч заявок. Заявлено несколько модификаций. Запасом хода от 330 до 550 километров и начальной ценой менее 30 тысяч евро. А первый на рынок уже в конце года выйдет лимитированная версия First. 30 тысяч покупателей получат год бесплатных зарядок или 2000 киловатт-часов энергии. Продолжение следует...